Торжества, приуроченные ко дню рождения Могилёва, начались чествованием памяти тех, кто погиб за Родину. В честь 73-х годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков цветы к памятникам, павшим во время Великой Отечественной, возложили представители руководства Могилёва, общественных организаций, объединений и молодёжь. Участники торжества говорят, несмотря на давность событий, мы помним всё и благодарны за героический подвиг, подаривший нам возможность жить в современном городе под мирным небом. Мне очень нравится современный Могилёв, и надо только идти вперёд, и он будет ещё лучше и крашить, каждым годом становится. Я люблю свой город, поэтому то, что сегодня делается на различных участках нашего города, начиная от благоустройства и заканчивая патриотическим воспитанием, в том числе охраной памятников, памятью о наших предках, о наших родителях, дедов, участников всех событий, это, конечно, является основным. Девять художников из девяти стран две недели знакомились с Могилёвым и рисовали его таким, каким увидели. В нашем городе прошёл первый арт-проект «Могилёв глазами гостей». Что для меня ценное, вот корни, история, историография, этнические отношения и сохранение всего ценного, это и самое главное. И я полюбил этот город, потому что не все города, не все страны, они именно обладают таким возможностью. Понравились церкви, интересно, ну, это вообще религиозная архитектура, конечно, Беларусь и Литва отличается. Не во всём, но отличается. Иконостас этот ваш, совсем другой, там, ну, интересный, интересный, есть интересные мотивы. Наши ближайшие соседи из Украины и России признались, что словно побывали дома. Если бы я не попала сюда, не было бы этих работ. Город я увидела светлым, душевным, добрым. Думаю, каждый из нас будет вспоминать с теплотой, смотреть это огромное количество селфи, которые мы сделали, пересматривать фотографии города и вспоминать. Для гостей из дальнего зарубежья Могилёв стал новым источником вдохновения и новым творческим открытием. Впечатлили сами люди, у них тёплые сердца. Я в своём стиле и их колористике об этом рассказал. Навсегда останется в памяти ваша культура и природа. Могилёв – место, которое воодушевляет художника на творчество. Это настоящий рай. Девять взглядов на Могилёв, девять разных стилей, абстрактные ассоциации с городом и легко узнаваемые места издания, драмтеатр, ратуша, звездочёт. Мы всегда привыкли к звездочёту, связь с Востоком, но оказалось, здесь такой прекрасный памятник, и как-то она символизирует уже и ваш город. Итогом проекта стала выставка, на которой посетители смогут познакомиться с творчеством гостей-художников и посмотреть на Могилёв их глазами. В Могилёве художники, увидев город по-новому своими глазами, показав это в работах, таким образом и мы через их работы и через их глаза увидели свой родной Могилёв по-другому, по-новому. Второй частью арт-проекта, посвящённого 750-летию Могилёва, стал международный пленер по скульптуре. Десять скульпторов из пяти стран почти месяц воплощали в камни свои творческие идеи и взгляд на прошлое, настоящее и будущее главного города области. Я показал ночной город, то есть когда приходит ночь, ночь у меня такая, она немножко философская, ассоциируется с такой большой рыбой, которая проплывает, может быть, это может быть Днепр, может быть, это Дубровенко. С одной стороны низко, домики расположены, другой берег высокий, с ратушей, да, вот такую я историю рассказал. Город ночью. Работа у меня называется «Разговор о вечном», ну а дальше уже каждый-каждый может для себя что-то. В нынешнем Могилёве я запомню теплым, гостеприимным и много зелени, много зелени и особенно удивляют меня всегда в каждый раз, когда приезжают чайки, которые есть на этом озере. Десять скульптурных композиций украсили парк отдыхов в Подниколье. Они гармонично вписались в его ансамбль. Теперь у Могилёва есть свой парк скульптур. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова